Привет, ребята! Hello, hello! Мы вас так рады видеть! We are so happy to see you. Меня зовут Максим Джабали. My name is Maks Джабали. Это Даша. This is Dasha. И мы очень рады вас встретить и приветствовать на мероприятии «Как встретить ангела». And we are very happy to meet you here on How to Meet an Angel event. Кто приехал не из Вены, из других городов? Вау! Вау! Ребята, вы вообще крутые! Guys, you are so cool. Те, кто из Вены? Есть кто из Вены? Вау тоже немало, но меньше. Давайте похлопаем друг к другу, что мы сюда добрались. Я знаю, что были приключения у многих. Но здорово, что вы доехали. У нас сегодня и завтра полные дни. И мы с вами погрузимся в то, как же встретить ангела. Кстати, кто был на ясновидении на предыдущем мероприятии? Класс! Спасибо! А кто не был, кто впервые приезжает? Вас тоже много. Спасибо, ребят. Мы вас тоже рады видеть. Это мероприятие будут для нас проводить Питер и Мария Мертл. Это старшие преподаватели ACI. Менторы в Академии классической мудрости. Ассистенты профессоров в Седона Колледж Интернашнл Менеджмент. Я думаю, вы их знаете. Давайте поприветствуем Питера и Марию прямиком из Вены. Питер и Мария, прямо из Вене. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят. Это было просто ошеломляюще проходить через ваши цветы. Спасибо большое. Спасибо Юлия, Евгения, что помогли все это организовать. Нет? Не вы? Это такая большая честь делать вот это все вместе с вами. И вот два раза в год устраивать такие выходные. И мы будем говорить на темы, которые относятся к нашему духовному пути. И для меня это два цели, два идеи. Может быть, больше, чем два. Для меня эти выходные здесь есть две цели, ну, может быть, больше, чем две. Первое, это если вы еще не изучаете ACI. Кто знает ACI, изучает? О, боже мой. А кто закончил хотя бы один курс ACI? А кто не закончил еще ACI курс, не один? Есть такие. Две цели. Если вы еще не начали изучать ACI, мы хотим, чтобы вы начали это делать. Мы хотим вас как бы соблазнить к изучению ACI курсов. И если вы уже изучаете ACI, мы хотим вам показать, куда это все ведет. А, и устроить вот такие выходные, вечеринка. Нету больших каких-то домашних заданий, контрошек. Но мы хотим вас вдохновить на то, как вы вообще можете действительно достичь всех своих целей. И для обеих групп это также способ собраться вместе, пообщаться и повеселиться. Я хочу поблагодарить сначала Наташу. Где она? Ага, вот здесь. Спасибо большое за йогу. Если мы с вами успеем пройти весь контент за эти выходные, то задача этих двух дней мы будем говорить про 91 качества мастера-учителя. У Наташи некоторые из этих качеств прям очень очевидно выражены. Спасибо за то, что вы делаете. У нас в этот раз есть очень четкий план. Может быть мы его увидим на слайде. У нас слайды будут и на английском, и на русском. И на русском. Итак, первое занятие сегодня очень простое на самом деле. В том смысле, что очень понятно, что мы здесь будем делать. Если вы хотите встретить ангела, и я вас сейчас прошу скоро, про возможно ли это, как вы думаете. Так что можете начать думать, действительно ли это возможно. Но если вы хотите в буквальном смысле встретиться с ангелом, первое, что нужно... Первое, что нужно начать делать, нужно расстроить, разрушить то, чего там нет. Уничтожить то, чего там нет. Название этой части будет называться «Отречение». Это не буддизм. Мы будем говорить про это странное буддийское слово. И мы сделаем для вас целый... Вы поймете, почему это обязательное требование для того, чтобы встретиться с ангелом. Потом мы поговорим про две темы пустоты. Первое, ничего не происходит со своей стороны. Но как же тогда что-либо может что-то делать? И если ничто не делает ничего, как же тогда вообще что-то происходит? Мария мне сказала слишком ла-ла-ла много не рассказывать, сразу прыгать в контент. Я не знаю, заметили ли вы, но мы уже в контенте. There are four parts of this course. I cannot stand like this. You can go one down. It's a little scary. These high heels. Thank you. Yes. Так лучше, да? Первая часть этого курса... I'm not sure we're going to do it in the first class. I'm not sure we're going to do it in the first class. Because I learned from Geshia Michael when he has time, he does not speed up things. He just slowly goes through the material. Я научился у Geshia Michael, что когда у тебя есть время, лучше медленно проходить каждую тему. Итак, у нас есть четыре части у первого занятия. Первое — это то, что отречение — это не буддизм. Мы об этом скоро поговорим. Второе — это ничто не происходит со своей стороны. Как же тогда что-либо может делать что-то? и поскольку ничего-ничего не делает, как тогда вообще что-либо происходит? И, может быть, третью, вот последнюю часть мы поговорим с вами завтра вечером. А последняя, а вот третья будет завтра вечером. Последняя часть называется «А какой же ключ к вашей золотой клетке?» От вашей золотой клетки. Дистракшн? А, это четыре части этого занятия по уничтожению. Теперь. Прежде чем мы начнем разрушать вещи, я вас хочу кое-что спросить. Подумайте 10-20 секунд, прежде чем ответите. Думаете ли вы, что это действительно возможно встретиться с ангелом? В буквальном смысле, не метафорическом. Кто думает, что да, поднимите руку. А мы об этом поговорим. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это очень хорошая вопрос. Если вы не знаете, что такое ангел и что ангел делает, то с ним невозможно встретиться. Потому что они могут быть вокруг вас все время, а вы их не видите. Так же, как собака видит жевательную игрушку и не видит ручку. Теперь другой вопрос вам задам. А встречали ли вы уже ангела? И я не имею в виду, что типа, ой, этот человек выглядит как... Это выглядит как человек, но на самом деле ангел или может быть ангел. Не, не так. А реальный ангел с телом и света. Видели? Поднимите руку. Вот пара рук есть. Две. Три уже. Тогда вы находитесь на правильном занятии. Если вы уверены, что вы можете встретить ангела и что они существуют, но вы еще с ними не встретились, то вы с точки зрения маркетинга правильная... Как это? Целевая аудитория. Вы пришли на правильное занятие. В буквальном смысле. Потому что если вы будете думать, что это просто какие-то эзотерические идеи, которые на самом деле нереальны, то это занятие, возможно, будет слишком сложное для вас или слишком... Оно будет вас беспокоить. Особенно первое и второе занятия могут быть немножко грубоватые для кого-то. Но если вы уверены, что вы в буквальном смысле можете встретить настоящего ангела, но еще пока не встретили, то мы дадим вам вот эту инструкцию, как инструкцию из Икеи, как скрутить стол и кресло вместе. Обычно это мы с Евгением делаем. Когда дамы покупают мебель, которая выглядит великолепно. И мы вам дадим такую же инструкцию, только о том, как встретить ангела. Одна вещь для нас с вами важна, вот как для команды. Для меня, для Марии, для Макса, для Людмилы, для Елены, Катя, Тобиаса, всей команде. Мы не хотим, чтобы у вас были низкие ожидания. И будьте критичными. Что предполагает, вам нужно думать о том, что здесь мы говорим, это действительно возможно или нет, правильно это или нет. И если это так, вам придется это сделать тогда. Согласны? Согласны? Все, контракт подписан. Есть кто не подписал договор? Мы начнем с четвертой части. Где же ключ от нашей золотой клетки? И после этого мы поговорим, что такое золотая клетка. Потому что мы с вами сделаем медитацию. Можете показать картинку, которая с ключом, она там в конце где-то. Только остальные не показывайте слайды. Вот не тыкайте через все. И можно по-русски, кстати, показать, да. Это будет медитация. Мы с вами какое-то время будем медитировать. Кстати, здорово бы, если бы здесь где-то часы были для нас. Мы будем делать медитацию минут 30-40. Мы будем заходить в медитацию и выходить из нее. Но если хотите, можете оставаться все это время в ней. Кто регулярно медитирует? А кто регулярно медитирует и для вас 30 минут легко медитировать? Хорошо. Вы можете оставаться в медитации все время. Для всех остальных вы как бы сфокусировались, расслабились. Сфокусировались, расслабились. Это известная практика, которая была, например, предложена традицией Сакья. Мы с вами сделаем 7 подготовительных шагов к медитации. А потом мы сделаем аналитическую медитацию. где мы с вами сделаем список проблем, которые у вас сейчас есть. Будьте реальными насчет своих проблем. Не надо никому рассказывать это в вашем уме. Но по-честному. А даже во время медитации, если очень хотите, можно их записать куда-то себе на листочек бумаги. Хорошо? Всем меня слышно? Пожалуйста, выключите телефоны. Если телефон зазвонит во время медитации, АКМ будет суперсчастлив, потому что вы заплатите 50 евро, если у вас зазвонит телефон во время медитации. Это очень дешево по сравнению с тем, что вы 150 человек беспокоите. Подготовьтесь к медитации, высморкайтесь, если надо, попейте воды, расслабьтесь, улыбнитесь. Со мной такое один раз произошло. я переводила на сцене для Геша Майкла, и мой телефон зазвонил на сцене. Расслабьтесь, закройте глаза. Убедитесь, что ваша спина прямая. И давайте сфокусируемся на дыхании и отсчитаем два цикла по 10. Сфокусируйтесь на кончике носа. И просто наблюдайте, как воздух выходит из ноздрей и входит. Один. Сфокусируйтесь. Продолжение следует... Если вы отвлеклись и начали думать о чем-то другом, кроме дыхания, то начинайте отчет снова с единицы. Продолжение следует... Продолжение следует... И затем попросите прийти к вам ближе человека, которого вы очень любите. Кого-то, кого вы действительно обожаете. И пригласитесь сейчас в медитацию этого человека. Убедитесь, что этот человек реальный, а не просто изображение. это может быть тот, кто жив, или уже нет, это не важно. Но это должен быть живой человек, не просто картинка, скульптура, изображение. И подумайте про одну вещь, почему вы любите этого человека. затем подарите что-то прекрасное этому человеку. это может быть небо, заполненное цветами, или любой другой подарок. Теперь подумайте о чем-то, что вы сделали за последние несколько дней, что было ошибкой. Спасибо. 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 Признайтесь в этом, этому человеку напротив вас и пообещайте, что вы не будете снова совершать эту ошибку. и пообещайте. И теперь подумайте о чем-то хорошем, что вы сделали за последние несколько дней. какие-то замечательные мысли, какие-то хорошие семена. И расскажите об этом человеку напротив вас также. Не горделиво, а просто с радостью, что вы сделали что-то хорошее. и пообещайте. Спасибо. 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 И затем попросите учить вас, попросите, чтобы вас обучали многими различными способами. не бойтесь. Не бойтесь. Попросите, чтобы учения приходили к вам таким образом, что вы можете это понять и использовать. и попросите всех хороших людей, которые помогают вам стать лучше, всегда оставаться рядом с вами. и попросите и попросите этих людей оставаться рядом с вами. Они вам помогают иногда даже просто своим личным примером. Если вам нужно, можно сделать небольшой перерыв, почесать нос или что-то такое. И мы возвращаемся в медитацию. Эта идея, она от Мастера Шанти Девы. ACI 10, 11, 12. Это как раз курсы по Мастеру Шанти Девы. И начните думать про те проблемы, которые у вас сейчас есть в жизни. И начните составлять в уме этот список проблем. Я вам дам категории. Первая категория это финансовые ресурсы, деньги. Вещи слишком дорогие. Как платить за квартиру. Как переехать в другое место. Как вообще зарабатывать регулярно деньги. Это про нехватку денег и про беспокойство по поводу денег. Это ментальная боль по поводу неуверенности в своем будущем. вы лично. Ваша неуверенность. Или может быть также проблемы, связанные с отношениями. с вашим партнером или с друзьями. на работе. Но также отношения между сообществами людей и между странами. подумайте о том, что действительно вас беспокоит. Когда вы не находитесь на занятии АКМ или ACI, что вас больше всего беспокоит? И может быть это здоровье. И это могут быть все три категории. Но если у вас человеческое тело, там все время что-нибудь не так. Может быть, я немножко толстенькая. Или я ем недостаточно. Или ноги болят. Или живот. Или спина. Составьте свой список. И затем подумайте обо всех проблемах, которые вы только что перечислили. и о том факте, что у вас не было достаточно времени, чтобы на этом сфокусироваться. вы еще не уделяли всем этим проблемам достаточного внимания. И подумайте, а как бы вы могли на следующей неделе сфокусироваться на них. и может быть, вы могли бы составить план, что вы могли бы делать по поводу всех этих проблем. деньги, отношения, здоровье, все эти сферы. И причина, почему мы еще не достаточно фокусировались на всех этих проблемах, чтобы их решить, потому что, скорее всего, мы слишком заняты. У нас нет времени просто. Все мы занятые люди. И всегда есть какие-то вещи, на которые у нас просто не хватает внимания. И мы думаем, ну, я это сделаю, когда у меня будет достаточно времени. Но если вы задумаетесь об этом хорошенько, то осознаете, есть столько вещей, которых мы хотели бы позаботиться и заняться, но у нас времени вообще не хватает на это. А иногда еще другие люди пытаются добавить дополнительные вещи к нашему и так уже занятому расписанию. Например, Макс заставляет вас в эти выходные провести занятия. У нас уже недостаточно времени заботиться обо всех вещах. А заботиться о том, на чем нужно фокусироваться. и выглядит так, что если добавить еще что-то, приведет к тому, что вы вообще ничего не сделаете. если вы все делаете правильно, скорее всего, сейчас вы ощущаете такое чувство перебора, но это уже просто слишком. И может быть немножко безнадежно. А теперь Шантирева говорит, давайте все это развернем в другую сторону. А что людям вокруг нас нужно? на этой неделе. Что вы могли бы сделать, чтобы помочь кому-то другому, если бы у вас было дополнительное время? И теперь составьте второй список. Список вещей, что вы могли бы сделать для других людей, для кого и что. И теперь у нас есть два списка. И если нужно, вы можете сделать декор небольшой перерыв, может быть, даже захотите записать. Список номер один это ваши проблемы, которыми вам нужно заняться. Список номер два это список вещей, которые вы могли бы сделать на следующей неделе, чтобы помочь другим людям, если бы у вас было дополнительное время. Не переживайте по поводу этого дополнительного времени, особо звучит так, если бы оно у вас было. Если вы все еще в медитации, что мощно, пройдитесь еще раз по пунктам своих списков. Если вы это записываете, тоже хорошо. И теперь давайте подумаем про эти два списка. Когда вы составляете этот честный второй список того, что вы могли бы сделать для других, если бы у вас было дополнительное время, если вы честны, то, скорее всего, у вас начнется паника. Как я могу сделать и то, и другое? Я не могу делать и то, и другое. Мне не хватает времени на то, чтобы все свои задачи закрыть. А тут еще один список. Мне не хватит времени. Если вы все правильно сделали, вы должны сейчас ощущать может быть где-то даже панику, что это слишком уже. И теперь все возвращайтесь в медитацию обратно. Шанти-Дева здесь говорит что-то невероятное. Есть парадокс. если мы проанализируем эти два списка, парадоксально у нас будет больше спокойного времени, чтобы выполнить оба списка. Если вы задумаетесь, что отличает эти два списка? Что отделяет ваши личные нужды от нужд других людей? А ответ ваша кожа. разница между вашими проблемами и разница между вашими проблемами и проблемами других людей, что им нужно от вас, отделены кожей вашего тела. мы думаем, что все, что находится внутри этого первого мешка обтянутого кожей, имеет приоритет, а все, что вне этого мешка кожи, это второй приоритет, на втором месте. А Шанти-Дева здесь задается вопросом. Он говорит, почему те нужды, которые находятся за пределами вашего мешка кожи, должно быть на втором месте. Это всего лишь кожа между вами и другими людьми. и теперь в этой медитации подумайте, а могу ли я проигнорировать свою кожу? А могу ли я скомбинировать, совместить эти два списка? А могу ли я представить какую-то большую кожу, в которую входят и я, и все остальные люди? Попробуйте представить это. Попробуйте представить, что произойдет, если вы совместите эти два списка. есть ли какой-то способ, чтобы вы действительно начали заботиться о себе и добавили еще туда нужды о других людях? Если бы нужды других людей были бы вашими собственными, если бы они каким-то образом были бы внутри вашей кожи, изменились бы ваши способности, возможности, смогли бы вы делать больше и завершать все свои нужды и нужды других? Подумайте про эту идею. попробуйте поместить под одну кожу всех людей, о ком вы хотели бы позаботиться. послушайте. Послушайте. одно то, что вы даже согласились подумать об этой идее, об этой идее совместить эти два списка даст вам возможности и способности действительно сделать оба списка. И это чудо. Вместо того, чтобы думать, что у вас нет времени и возможности делать все это, вы почувствуете, что вы наконец-то все поняли правильно. И это еще один парадокс. Может, вы не можете все сделать все это, но было бы мудро расставить приоритеты и все-таки добавить в список своих собственных нужд нужды других людей. Если вы представляете всех этих людей под одной кожей, на самом деле это расслабляет. Подумайте об этом. об этом. Обратите Подписывайтесь ! Подписывайтесь на nova! Вот это упражнение рассматривать нужды людей вокруг нас и добавлять их нужды к своим нуждам. Обычно это добавляет дополнительный стресс. Но Шанти-Дева говорит, вот эта медитация, эта готовность это сделать делает вас более спокойными и более уверенными и в конечном итоге вы действительно сможете позаботиться обо всех и обо всем. И возвращайтесь с три глубоких дыхания. Открывайте глаза, потянитесь. И подумайте об этом. Парадоксально Если вы практикуете это, вы правда будете более расслабленными, более спокойными и в итоге сделаете больше вещей. и теперь отправьте эту реализацию, это сознание и это расслабление всем людям во всем мире. Плохим и хорошим людям. Если вы живете в этой реальности, то вы находитесь в стрессе. В нашем проекте Brilliant Minds Meditate мы говорим, это правильно, что вы в стрессе, потому что здесь вещи не работают. Не пытайтесь убежать от стресса, а взгляните стрессу в глаза, в лицо и сделайте что-то с этим. Может быть, особенно плохим людям отправьте это расслабление и спокойствие, потому что им это нужно больше всего. Если бы все были очень расслабленными и счастливыми, не было бы войны. Зачем? Если бы вы расслаблены и счастливы, зачем бы вы воевали? Это наша первая часть. Какое название первого урока, кто помнит? Уничтожаем вещи, которых там нет. И мы начали с конца, с четвертого пункта, с медитации. Спасибо, что вы такие прекрасные медитаторы. Я благодарен за вашу тишину и ваш фокус. И у нас теперь короткий перерыв. Нет? Макс говорит, нет, без перерыва не будет. О, организационные. Мы имеем организационные вопросы, которые для нас. Перерыв для нас, а для вас Макс что-то расскажет интересное. Спасибо. Спасибо. Питер и Мария Мертл. После каждого занятия у нас будут небольшие объявления. и затем у нас будет перерыв и потом следующая часть занятия. Итак, первое, что хотел сказать. В прошлый раз на ясновидении очень много людей хотели пообщаться и пофотографироваться с Питером Марией Мертл. Не у всех получилось. И я знаю, что некоторые уехали расстроенные. Наверное, некоторые из них не вернулись даже. Мы провели работу над ошибками. И у нас будут слоты, когда Питер и Мария Мертл будут здесь на сцене, когда к ним можно подойти, и сфотографироваться с ними, подписать книгу. Пожалуйста, будет очередь. Я не думаю, что вы сможете успеть задать свой вопрос. Мы сейчас скажем, как задать вопрос. Но сфотографироваться и подписать книгу можно. И на Катунина. Здесь. И на Катунина будет заведовать очередью. Она будет смотреть очередь и пускать по одному. Хорошо? И на Катунина будет организовать и она будет перед обедом такая встреча. и после последнего занятия. И если не все успеют, мы завтра еще добавим слоты. Хорошо? У нас есть зона послания от ангелов. Меня просили объявить. Вот там в конце. Там есть метафорические карты. Можно задать вопрос получить послание от ангелов. Мы привезли в этот раз очень много книг. Много в смысле много видов книг. Да, самих книг не так уж много, как хотелось бы. Но мы их привезли для вас. Пожалуйста, смотрите, какие вам нравятся. Покупайте, забирайте себе или на подарки. Я уже купил несколько. У нас есть волонтеры-фотографы, которые в перерывах будут стоять возле фотозон, которые вот там сзади. Их у нас несколько с крыльями и так далее. Мы также есть волонтеры, которые будут снимать от вас. У нас два фото-ареи. Не стесняйтесь, пусть они вас фотографируют. И важная часть для ответов на вопросы. Мы пригласили тренеров Академии классической мудрости отвечать на них. Я их сейчас всех позову. Аня Волчок, Наташа Ванеева, пожалуйста, сюда все выходите. Мария Старушкевич, Велка Тенка, Олеся Белицкая, Надежда Лохвинская, Натали Вардар Сую и Оля Клюз. Вот сюда на ступенечку становитесь. Задача тренеров Академии классической мудрости быть красивыми номер раз. Все уже. Но главное, поскольку вопросов много, Питер и Мария Мертл одни, и вы не сможете успеть все задать им вопросы, поэтому мы пригласили тренеров Академии классической мудрости, это наши опытные студенты и уже тренеры в Академии классической мудрости, которые могут помочь вам с ответом на вопрос. Да, я вкратце их представлю. Оля Клюз живет в Вене. Оля Клюз живет в Вене. Вообще из Харькова. Оле можно задавать вопросы по переезду. Как воспитать дочь блогера преподавателя ACI? Знаете, кто дочь Оли? Это Юля Беляева. Это Юля. Как чудесного тесть себя носить? Как насеять чудесного тестя? Я не знаю, как по-английски. Зять, азять, извините. How to plant a great son-in-law? Вразяти не знаю. Зять, взять, хорошо. Это к Оле. Натали Вардарсуэм из Турции. Натали из Турции. Натали преподаватель йоги. She is a yoga teacher. Здоровое тело, здоровый ум. Как все это иметь? Можно спрашивать Натали. чудесных детей воспитать. Мария Старушкевич из Украины, сейчас живет в Германии. Можно задавать вопросы о переезде, о детях. She is from Ukraine, now lives in Germany. You can also ask her about moving to another place and raising kids, about relationships. Это к Марии Старушкевич. Наташа Ванеева. Наташа, ты из Киева? Наташа из Киева. Наташа is from Kyiv. Сейчас тоже живет в Германии. Now also lives in Germany. Чудесная дочка. Wonderful daughter. Чудесный муж. Wonderful husband. Я знаю, ты йогу тоже ведешь, Наташа. I know you also teach йога. вопросы о том, как успевать помедитировать, пока у тебя маленький ребенок. Наташа. Отношения и финансы тоже. Аня Волчок. Я перейду на другую сторону. Аня Волчок преподаватель музыки. Аня is a music teacher. Закончила 18 курсов ACI. К Ане можно по творчеству, по любимому делу задавать вопросы. Обязательно спросите ее про отношения, про финансы. Как делать четыре шага. Спасибо. Олеся Белицкая. Собственно, вот эта тройка это тренеры АКМ в Киеве. Они только что закончили второй курс ACI в Киеве. So those three ladies are from Kieff and they are the trainers of Academy of Classic Wisdom. Да. И Олесе можно задавать вопросы по отношениям, по финансам. You can ask щедрого мужа, который пожертвовал, я слышал, кучу денег на организацию ACI в Киеве. How to have a generous husband who donated lots of money. Мужа, который уважает, разделяет интересы. Who respects your interests. Надя Лохвинская. Надя, ты уже сколько ты, 17 курсов закончила? 16 курсов ACI закончила. Finish 16 courses ACI. Можно задавать вопросы о том, как найти работу в наших дармопроектах, потому что Надя работает в Глюкбуке. Надя работает в Глюкбуке, и вы можете спросить о том, работу в наших проектах. Да, и Надя отличный педагог, о том, как устраивать отношения с детьми по семенам, тоже может рассказать. She is a great teacher and can tell you how to build great relationships with kids. Welcome to Nka. 18 курсов ACI. Организатор ACI в Киеве. Вопросы про творчество, про мужа. Про дочку. Чудесную дочку Ангелину. Как находить время на медитацию, когда у тебя Манька, дочка, три годика. Все можно задавать Вел. Итак, наши тренеры Академии Классической Мудрости во всех перерывах будут стоять вот здесь возле сцены. Мы их отпускаем в туалет только по-маленькому. Пожалуйста, используйте время, которое выделяют наши чудесные тренеры АКМ. Задавайте вопросы, которые вас реально волнуют. Пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас есть вопросы, как сдавать курсы АСИ или личные, задавайте. Они все хранят секреты отлично. Хорошо? Окей, а у нас сейчас перерыв. И добро пожаловать на вторую часть первого занятия. Пожалуйста, возвращайтесь на свои сидения. Мы перейдем к следующей теме. У меня есть вопрос. Есть ли у вас какие-то вопросы по поводу медитации, которые мы с вами делали? Или все хорошо? Вопросы? Сейчас микрофон. Я пока медитировал, у меня возникла мысль как осознание, а что если не совмещать это все, а направить все свое время на других людей? Потому что помогая другим людям, мы автоматически себе поможем. хорошая вопрос. Хороший вопрос. Мне кажется, я такой вопрос еще не получал. впервые. Я думаю, что вам нужно помнить, что вы один из всех живых существ, которые живут. И если не заботиться о себе, то будешь встречать много людей, которые о себе не заботятся. Так что нужно и то, и другое совмещать. и способность помогать большему количеству людей будет расти с вот этой готовностью и желанием совмещать оба списка. Спасибо. Давайте посмотрим на расписание первого занятия еще раз. Мы с вами четвертую часть прошли и перейдем к первой. И может быть мы можем перейти к следующему слайду, который касается уничтожить вещи, которых здесь нет. эти четыре идеи, четыре концепции, которые у нас есть, которые нам нужно разрушить. Если мы это сможем сделать, то мы сможем встретить ангела. И это первая часть этого курса. Идея, которую мы разрушили в нашей медитации, это то, что если я заботусь только о своих собственных нуждах, если я заботусь только о себе, то у меня будет достаточно времени это делать. Что неправда, конечно же. У нас недостаточно времени, иначе бы мы уже обо всем позаботились. И мы должны разрушить эту идею о том, что если мы будем заботиться обо всех других, то у нас будет недостаточно времени. И это сложная идея. Это сложное предложение. И именно поэтому это что-то, что нужно практиковать, это в форме медитации. И вот эту конкретную медитацию вообще-то Гешла с нами провел в Седоне. И сейчас мы перейдем к еще одной идее, которая очень важная, самая может быть важная в этом занятии. Это следующий слайд. Это первый из четырех пунктов. И тут такой странный чувак сидит. Может быть даже с крыльями, не знаю. А тема называется «Отречение это не буддизм». И нам нужно это обсудить. Если вы не поймете эту первую часть, то сможете встретить ангела точно. Вопрос, кто знает, что такое отречение? Столько ИСА студентов, можно прям руку высоко потянуть. Поднимите руки еще раз. Мы сейчас из вас просим. Вот девушку я хочу спросить. Что такое отречение? Своими словами. Это значит, что все в этой жизни страдания. И что существуют разные виды страдания. Страдания которые мы находимся сейчас. Страдания перемен. И в целом вся идея это то, что вся жизнь это страдания. И нужно проникнуться этой идеей и практиковать это. So the idea is спасибо. The idea is that whole life is suffering and there are three kinds of suffering. She named each one. Which are the suffering of obvious sufferings, suffering of change and impervasive suffering and that we have to be imbued with that idea that everything is suffering. I перевела. Thank you. Now when I started to study these things in 2007 when I started to study these things in 2007 for a long time I thought this is a buddhist idea kind of and I like it and it makes sense to me and I follow that. I долгое время думал, что все это вот эти буддийские идеи мне это очень нравилось я этому следовал. никаких проблем с этим нет. But now I realized I want to go a little bit deeper with what you just said. You said everything correctly. And I want you to start to think about it in a different way. By the way, who has never heard about renunciations before? The word it doesn't. Thank you. Thank you. You are also in the right class. You get a best possible explanation for beginners. For free. For free. For free. For free. Let's think about life. Let's think about life. And forget about Buddhism. Because I claim that renunciation is not a buddhist idea. Because I claim that renunciation is not a buddhist idea. It's just a description of how life is. It's just a description of how life is. And that's why it's so important. And that's why it's so important. It's not something that you can choose not to believe in. It's not something that you ALL do. I will choose to believe in something else. You cannot say that I understand what you're saying, but I'm not interested in that. I cannot say that I understand what you're saying, but I'm not interested in that. Я выбираю верить во что-то другое. Это не так. Это в основе всего того, как вообще функционирует наша жизнь. Неважно, как вы это называете, просто так и есть. Именно поэтому я такой циничный текст здесь разместил о том, что отречение — это не буддизм. Это просто факт. Наши жизни. Давайте на это посмотрим вместе. Каково предназначение нашей жизни в целом? Любить? To love. To be happy. Быть счастливыми. To получать опыт. To get experience. Выйти из сансары. To get out of сансара. Там уже буддисты где-то стесались. Достичь просветления. Наслаждаться жизнью. To reach enlightenment. To enjoy life. Right. We are suffering all the time. How can we enjoy? Well, exactly. Exactly. That's a problem. Это проблема. Когда я сюда заходил со всеми вашими цветами, это было не страдание. Это прекрасный способ, как начать утро в офисе. Я чувствую себя супер благословленно. Я серьезно. Что это за история с этой странной буддийской идеей, что все является страданием? И мы вам продали или пообещали этот курс. И вам сказали, что вы можете встретить ангела. И следующая идея является основой всего этого. И это идея, которую сложно понять. Услышать. Услышать даже сложно. И сложно ее принять в своем сердце. Но если вы эту часть не поймете, не осознаете, то все остальное вам не будет иметь никакого смысла. Это как в математике. Если вы не умеете складывать и умножать, то вы дальше никуда не продвинетесь. Все остальное не будет иметь для вас смысла. А если вы это поймете, то это очень мощно. Эта идея лежит в основе того, чтобы встретиться с ангелами. Давайте поговорим про жизнь. Вы назвали цели в жизни разные. Мне нравятся, что здесь есть какие-то реальные люди все-таки. Быть счастливыми. Любить. Наслаждаться жизнью. Что еще? Вот в этом направлении все. Вкусно кушать и eat something good, yes. Я не циничен, кстати. Это правда. Это то, что вы будете во время обеда делать. Даже те, кто говорили, что жизнь — страдания, вы тоже кушать будете. Вы тоже пойдете и будете кушать. И даже те, кто сказали, что жизнь — это страдания, все равно хотят иметь бойфренда или девушку. Да? Хорошего. И я тоже. Так что же за история такая? Где же эта грань? Почему этот странный чувак, который выглядит как Харли Дэвидсон? Какой-то хард-рок чувак. Что это за история такая? А давайте вернемся в прошлое, когда вам было три года. Можно, кажется, закрыть глаза, но, скорее всего, заснете. Просто вспомните. Впрочем, вспомните какие-то идеи, когда вам было три года. Может быть, четыре года, пять, ну, что-то типа того. В общем, маленький ребенок. Это в тот момент, когда вы начали осознавать, что в этом мире есть что-то большее, чем грудь вашей мамы. Что-то еще есть в этом мире. Я помню, мы были в... Я родом с Юга-Австрии. И мы живем в школе... Мы живем в школе для детей с 6 до 10. Вы живете в школе? Ну, на top there was an apartment. Мои родители, они оба учителя. Они были учителями в школе. И какое-то время мы жили прямо в школе elementary. Ну, начальная школа. И мы жили там наверху, были апартаменты. В этом здании. Там было вокруг много зелени. Было очень красиво. В горах все это. You have a similar image. Is it a question? No, I'm telling you. А, у вас какая-то похожая корсинка была. Try to remember something. Ну, что-то вы вспомнили. It doesn't have to be a dramatic moment. It's super better. Просто какие-то обычные моменты, может быть, вспоминаются. Просто жизнь. Просто жизненные моменты той жизни. Между возрастом 2,5 года и 5. Где-то там. Got it? Есть? Появились картинки у всех? Good. Now I'm asking you a very stupid question. Теперь я им задам очень глупый вопрос. Но важный. Where is that moment right now? А где этот момент прямо сейчас? In the memory of воспоминания. You remember something. Yeah, but where is the moment? Да, вы что-то помните. А момент-то где? In the past, в прошлом. Что означает что? Did it finish? Что закончилось? Да. Все, нету. Верно? Верно. Этого момента уже нет. Он прошел. Это не то, что какой-то драматичный момент. Просто это момент. Некий момент. Я, например, помню, как я счастливый бегал по этой зелени. Но этот момент уже ушел, прошел. Хорошо. Ну, такая жизнь. Now let's do a teenage moment. А теперь вспомните какие-то моменты из вашего тинейджерского возраста. I hope there are not too many teenagers. Надеюсь, немного здесь тинейджеров. But try to remember a teenager moment. Вспомните какие-то моменты из своего возраста, когда вы были тинейджеры. Что бы это для вас ни значило. Обычно это где-то с 13 до 19. Это то, где все безумие прорывается. В общем, какой-то момент из юности. I'll try to remember my first kiss or something like that. Я, например, пытаюсь вспомнить свой первый поцелуй. Или первую мысль о первом поцелуе. Не важно. Какой-то момент. Вообще любой можете вспомнить. Не важно. Хороший какой-то. Есть? Вспомнили что-нибудь? Хорошо. И где этот момент сейчас? Finished. Да, закончился, да. Проблема ли это? Да нет, в общем-то, кому-то такое дело. Такая жизнь. А как насчет этого занятия по йоге утром? Хорошая? Мне массаж сделали. Два раза. Если хотите, чтобы и вам делали два раза массаж, становитесь учителем. Вспомните конкретный момент. Я помню, как Наташа подошла и сделала массаж. На короткий момент времени я почувствовал чувство вины. Такой, вау, а другим-то она не делает, мне делает. А потом подумал, ты какого черта? Буду наслаждаться. У вас какой-то свой момент с йоги, вы помните? Может быть, сложный, может быть, приятный. Не говорите, Наташа, но вы даже можете вспомнить момент, когда вы думали, надеюсь, что это скоро закончится. Помните вот это все? Это тоже момент. И где этот момент сейчас? Да, ушел, нету. Да, ушел, прошел. Проблема ли это? Для меня, да, потому что я бы хотела, чтобы этот массаж продолжался в вечность. А если вы думаете про тот момент, где надо было растяжку делать, то вы, скорее всего, рады, что он прошел. Но это просто жизнь, да? У нас было три момента, помните? Где-то с трех до пяти лет. Тинейджер. И утреннее занятие по йоге. А как насчет человека в этих трех моментах? Тоже нет. С who? С who? Юлия, who is teaching ACI. Are you sure? Уверена, что человека тоже нет? Я вот здесь. Я тут. I'm here. I'm here. I'm here. Я здесь. Нет? Что это за проблема с этой вашей глупой идеей отречения? Я здесь. Все хорошо. Разные фазы человека. Ребенок, тинейджер, взрослый. It's different phases of a person. Baby, teenager and adults. Ну да, никаких проблем. Разные фазы, да. Or is there a problem? Или есть все-таки какая-то проблема? Это тоже закончится. И это тоже закончится, Питер. And this will also be ending. Yeah, true. Thank God. Then I can sit down and go for lunch. Слава Богу, тогда я смогу пойти и поесть уже, наконец, пообедать. And that will also finish the lunch. Да, ну и что? She's saying that people are not there at all because karma opens and every time new. People are not there. Come, come here. Приходи, я сейчас тебе усики нарисую. Посмотрим, нет ли, есть люди или нет. Я тебе нарисую усики. Посмотрим. Посмотрим, есть здесь люди или нет. Люди здесь. People from the past, she's saying. They are like you. That's right. Да, что еще кто там? I think the problem is that we don't want it to be finished. What? Что именно? Yoga? Хорошие моменты, которые мы имеем в жизни. Good moments that we have in life. Yeah, but there will be new good moments, like lunch. But there will be new good moments, like lunch, for example. And dinner with Maria. And dinner with Maria. And dinner with Maria. With Maria. Dinner with Maria. With Maria. With Maria. Our life will finish. Our life will finish. It brings us closer to death. I said a German friend of mine, long time ago, no one who is here. A German friend of mine, long time ago, no one who is here. He said to me, Right now I'm born in Munich. I think next time it might be Stuttgart, who cares? Ну, сейчас я рожден в Мюнхене, в следующий раз перерожусь в Штутгарте. Ну, еще подумаешь, большая разница. Maybe it's a little bit, you know, a little bit difficult to go through the elementary school again. Может быть, придется проходить еще раз через школу. Ну, подумаешь. Небольшое дело. Проблема, что мы воспринимаем все эти моменты как личность сейчас, а не тем, кем мы были в те моменты, в том возрасте. The problem is that we are perceiving those moments from the point of view we are now and not from the point of view we were at that age, when we were a baby teenager and so on. That's true, but I'm really happy about that somehow. Это правда, но вот этому я рад. Как раз. Я не хочу быть снова тинейджером. Нет, спасибо. Вот это я уже прошел и больше все нормально. Обратно не хочу. Вы что, хотели бы? Мы как коровы на бойни, которых везут на убой. И мы не знаем об этом. We are like cows who are being driven to a slaughterhouse and they don't even know that that is happening. That sounds like a quote from some scriptures. Звучит как цитата из Писания. Потому что мы все болеем, стареем и умираем. Потому что мы все болеем, стареем и умираем. Because we all are getting sick, getting old and die. Мы не контролируем всход семян. Мы не знаем, что будет в следующий момент. We are not controlling the seeds, ripening. We don't know what's going to be happening in the next moment. Мы привязываемся к чему-то, и когда это теряем, то очень страдаем. We get attached to something, and when we lose it, we are suffering a lot. Totally. I am attached to her. Однозначно. Я точно привязываю к ней. Yes. Да. As your friend... Как сказал друг Питера, который сказал, что можно в следующий раз родиться в другом городе Германии. В чем проблема-то? Как мы можем быть уверены, что мы там родимся? She doesn't like Stuttgart, right? Тебе Stuttgart просто не нравится, что ли? Вдруг мы родимся тараканом, каким-нибудь, роучем. So, wait, let me tell you the whole story. So, she's saying, as your friend said, we can be born in Stuttgart in our next life, but we don't really know. The problem is, we don't know where we are going to be born next time. What if we are born as a roach? Michael roach. Cockroach, sorry. Если Michael roach, то, может, неплохо. It's a good idea. It's a good idea. One last one. Последний, да. Почему вообще жизнь страдания? Кто это сказал? Why are you saying that life is suffering? Who said that? Это мой вопрос к вам. I mean, I'm laughing, but it is my question. Это конкретно мой вопрос к вам. Life is not suffering. Жизнь не страдания. Вот большинство здесь людей, они просто ИСА изучали. И они как-то себе за эту странную идею взяли в голову, что жизнь — это страдания. Они думают, что это буддийская идея, поэтому мы об этом говорим. Подождите, подождите. Еще одна из Италии. Представительница. Я думаю, они осознанные многие вещи, когда ты маленький или подросток, делаешь неосознанно. По-английски? Это просто потому, что люди online, otherwise, не слышат тебя. Otherwise, or someone, you can bring a microphone, I don't know. А, в английском? А, в английском? Sorry. Я думаю, что все это неосознанно, 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 неосознанно. И даже когда мы взрослые, самые прекрасные вещи для нас кажутся не самыми прекрасными. And even when we are adults, the most beautiful things for us are maybe not beautiful at all. Good. Why? Really? More? Okay. Еще? Ну, давайте. Последнее. Правда, последнее. Я с Украины, поэтому, конечно же, может быть, кажется, что жизнь это прекрасно, но когда ты видишь, что вокруг сейчас происходит, то сердце сжимается. I am from Ukraine, and of course, everyone can say that life is beautiful, but when I see what is happening around, my heart closes up. Cramps. Enter lady behind you. Да, еще там девушка. No matter what we do, we still there will be some consequences that are going to be hurting us, and it's like endless suffering. Бесконечное страдание, потому что, что бы мы ни делали, всегда будут последствия, которые для нас неприятные. Спасибо. Спасибо всем. Аплодисменты. Каждый из вас должен найти ответ на этот вопрос и личный ваш ответ. И если вы это не сможете сделать, у вас не будет бензина, чтобы встретить ангела. В Писаниях есть много объяснений этого, но я вам дам свое личное ощущение и размышления. Во-первых, что-то здесь не так. Когда мы говорим это, это буквально, что что-то здесь пахнет не так. Чем-то здесь не тем пахнет, вот по поводу всей этой реальности. Такое в английском есть выражение. Где-то как будто чуть-чуть попахивает плесенью. Что-то заплесневело как будто где-то в этой реальности. И очень сложно найти конкретно, что же, где эта плесень, но где-то она есть. Почему? Я помню, когда мне было три года примерно, но этого человека уже полностью нет. Я помню, когда я был подростком, но этого человека тоже нет. Слава Богу. Я могу помнить занятия по йоге утром. И я могу сказать, что того человека тоже нет, но, честно говоря, ощущается, как будто бы есть, потому что я же здесь. Я помню, Наташа была здесь. Я был вот здесь. Она дала мне, сделала мне массаж. Она все еще здесь. Мы в одной комнате. Почему вы говорите, что эти люди исчезли? Ну, вообще-то, если вы задумаетесь, когда вы говорите это предложение, когда вы задаете этот вопрос, Когда, например, вот эти хайлайты в футболе, они когда показывают какой-то гол, они медленно показывают. Есть ли человек из утра который все еще здесь? Когда я говорю слово «здесь», Человек, который начал произносить это предложение сейчас, он уже стерт из существования. Мы постоянно каждую миллисекунду стираемся из существования. Это должно быть так, потому что тот, честно, человек, которому было три года и который был подростком, они уже исчезли. Их нет. Просто это легче увидеть и распознать, потому что это было давно. Когда вещи по большому меняются, это явно видно. Это более сложно, но не менее ясно, что человек, который утром занимался йогой, он тоже исчез. И человек, который задал вопрос, есть ли человек, вот этого человека уже тоже нет. Каждый раз, когда я двигаюсь, каждый раз, когда я начинаю что-либо, когда я прихожу к концу начала этого действия, начало-начало уже стерто из существования. Мы в буквальном смысле с вами живем и функционируем на тончайшем лезвии бритвы во временном, во времени, да? Это то время, которое мы называем сейчас. Каждый раз, когда я говорю это все новые моменты, и Питер все время стирается. Это как компьютерная игра. Как она называлась? Пэкмен, да. Помните? Только время, время. И это не то время, которое как будто бы где-то там в ней вы смотрите на эти часы. Это полностью все то, что вы называете жизнь или реальность. Это как бесконечная колбаса салями, которую вы все время режете. Время идет. Три года. Четырнадцать. Двадцать три. Пятьдесят пять. Эти. Восемьдесят. До свидания. А что происходит вот при этом goodbye? Не знаю. Жизнь же хороша. И это еще одна слепая зона. Может быть, вы помните, в ноябре мы говорили про слепые зоны. Это очень-очень опасная слепая зона, которую мы не видим. Это катастрофа, которая с вами происходила уже бесчисленное количество раз. В буквальном смысле бесчисленное количество раз. и одно из качеств этой катастрофы в том, что вы даже это не можете увидеть. Если вернуться на один слайд назад. Еще один. Вот это выглядит пугающе, правда? Что там вообще? Там какая-то огромная камень врезается в землю. Это катастрофа. И это ничто. В буквальном смысле ничто. По сравнению с вашей неспособностью бояться того факта, что вы постоянно исчезаете. У вас даже нет способности распознать, что это так и есть. Что это правда. Но если мы поговорим об этом недолго, например, минут 30, логически я не хочу, чтобы вы ваше что-то верили. И вообще это не про буддизм. Это просто факт, что вы постоянно исчезаете. Моменты, которые короче, чем миллисекунды, которые... Это даже невозможно найти, этот момент времени. То, чего мы боимся, выглядит вот как на этой картинке. Но природа нас самих это жизнь. Нет, это не жизнь, это проблема, это огромная проблема. Это невероятная проблема. И это огромная проблема, что об этом не пишут в журналах, не говорят по телевизору и так далее. вас постоянно съедают силы, которые вы не понимаете. И по определению вы не можете это контролировать. И это самое худшее. Самое худшее, это то, что вы этого даже не боитесь. Если бы вы этого боялись, то вы бы начали что-то делать, включать. Ты читал об этом, что мы исчезаем каждую секунду? Кто-то вообще знает об этом? Что-то надо же делать с этим. И это не то, что можно решить, ой, я в это не верю. Это происходит. Может, делать все, что хотите. Можно молиться Богу. Можно стоять у коленей Геши Майкла, простить. Есть история с Буддой, лордом Буддой, где люди держались за его одеждой и просили, чтобы их не убили и их убили. Вы не можете это остановить. Все хорошее, что происходит с нами в этой жизни, цветы, которые мне нравятся, учения, когда тебя обучают, хорошая еда, оргазм, новая машина, новая страна, все, что вы можете представить, вообще все, что угодно. Я не говорю про плохие вещи, я говорю про хорошие вещи. Все, что вы можете себе представить, собирается от вас силами, которые вы не понимаете, не контролируете. И вы даже не боитесь этого. И когда начинаешь это понимать, ты думаешь, ну это вообще полностью безумный, это настоящий, действительно сумасшедший дом. Как сказать, сумасшедший, сумасшедший дом. Не эта комната, а вот эта реальность, вообще все. Все совершенно безумные, все с ума сошли. До такой степени, что это просто даже неописуемо. Я хочу твою девушку, я хочу твои деньги. Вы вообще осознаете тот факт, что вы постоянно исчезаете? Заткнись, я хочу ужин. Новую машину. Я хочу, 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 хочу. А это не хочу, не хочу, не хочу. Вы распознаете ли вы, что вы постоянно исчезаете, и не контролируете это, не понимаете это, и даже не беспокойтесь по этому поводу. Ой, Питер, а что на обед? Вы что, совсем с ума сошли? Вы слышите вообще меня? Ну, это же просто жизнь такая. Это вообще невероятно. Буддисты, вот этот феномен, который просто истинно называют, когда ты это осознаешь действительно на глубоком уровне, есть разные уровни, вот эти люди, которые начинают бегать вокруг и кричать, вы вообще знаете, мы исчезаем постоянно. И вот этих людей говорят, о, он получил отречение. Но это просто название для осознания вселенской истины. Нельзя выбрать, я в это верю или не верю. Знаете, что у меня есть? Я решил, я не буду верить в гравитацию. Я поднимусь на самое высокое здание Вены и спрыгну. В гравитации все равно, верите в нее или нет, она просто есть. И тот факт, что вы постоянно исчезаете, точно такой же. Это не относится к тому, верите в это или нет. Это происходит с вами даже тогда, когда вы думаете об этом. Для меня забавная вещь в этом в том, что, когда вы становитесь старше, для некоторых умных людей до них начинает медленно доходить, что-то здесь не так. Вчера я был этим маленьким мальчиком, бегающим по лужайке зеленой, а теперь я смотрюсь в зеркало и я вижу ассадстеллагер. Что это в английском? Ассадстеллагер. А теперь я смотрю в зеркало и вижу хранилище запчастей. То есть это части меня, которые все еще как-то держатся вместе. Но вы все идете в это место. И это не зависит от того, думаете вы об этом или нет. Нравится вам это или нет. Это просто вселенская истина. Это вообще не имеет никакого отношения к буддисту. Это просто факт жизни. Просто это чуваки, они придумали этому название. Вот этот товарищ, который там был в следующем слайде, он просто это понял. Независимо от того, как вы выглядите снаружи, внутри вы должны выглядеть вот так. Сильные. Это очень тяжелая истина. Ее тяжело услышать. Ее очень сложно признать. Я хочу проиграть вам одну песню, которая для меня символизирует это очень сильно, эту идею. Можем песню проиграть? И может быть, мы сначала выходим, чтобы видели текст этой песни. Может быть, мы его сначала покажем на экране. Кто-то перевел это все на русский. Я вам прочитаю текст, потом послушаем, ладно? И это очень смешно. Это напоминает меня о моем собственном путешествии. Это почему я люблю песню. Извините, я не вижу. Будьте внимательны, что микрофон и... Хорошо. Спасибо. Так что, в начале, жизнь была сложной. Он пыла в начале, очень слегка. В начале песни начинается. Какое-то время было тяжело. Но в последнее время все становится лучше. Ура! И в четыре последних холодных декабря я помню, и теперь я вижу свою семью каждый месяц, и я нашел девушку, которую любят мои родители. Это вообще почти невозможно. Она приходит и остается на ночь, и я думаю, что теперь у меня все получится. Это первый раз вы лизнули мороженое. Жизнь хороша! И я благодарю Бога каждый день. Он даже духовный человек. За девушку, которую он мне послал, я благодарен Богу. И в музыке вы услышите, там будет дальше. Музыка изменится. Она из такого ла-ла-ла изменится в отречение. И это энергия, которую я хочу, чтобы вы почувствовали в своем сердце. Он будет петь, но! Черт возьми! Он так не говорит, конечно, но я знаю, что то, что он мне дает, он может забрать. И я обнимаю тебя каждую ночь. И я хочу к этому чувству привыкнуть. Но нет настолько испуганного человека, как тот, кто может потерять тебя. И музыка продолжается, и он поет, я надеюсь, что я тебя не потеряю. Пожалуйста, оставайся. Я хочу тебя, а ты мне нужен, о Бог! Не забирай то прекрасное, что у меня есть. Я образумился, наконец-то. Я чувствую себя в здравом уме. Прошло много времени, но я обретаю веру. Если все хорошо и замечательно, то почему я сижу и жду, пока все закончится? Я скажу вам, я знаю, что у меня все достаточно. У меня есть умиротворенность и любовь. Но по ночам я не сплю, потому что я думаю, что могу все это потерять. Первый шаг для встречи с ангелом, нельзя сказать, вот этот первый шаг я не буду делать. вам нужно распознать, кто вы, где вы и что вы. Это очень опасное место. Если вы в реальности, где все исчезает постоянно, и никто этого не осознает, и ваш ум об этом не хочет думать особо, и у вас даже нету способности бояться этого, когда вы действительно в очень-очень опасном месте. И это не какая-то буддийская идея, это просто истина. Они просто лучше всех описали это. Но вам не нужно быть буддистом, чтобы распознать эту истину. Но вам нужно принять эту истину, посмотреть ей в лицо. И то, что отречение на самом деле означает, это тот, кто это тот, кто решает, что несмотря ни на что, я буду бороться с этим состоянием, и я остановлю это. И это очень сложное решение, потому что ощущается совершенно безнадежно. Но если вы это решите, и начнете медленно действовать в этом направлении, вы встретите ангелов. Потому что определение ангела — это тот, кто преодолел вот такое существование. Спасибо большое за первое занятие. Приятного аппетита! Наслаждайтесь обедом, группами мудрости, и увидимся после обеда. Спасибо. Ребята, еще присядьте на три минутки. Питер и Мария Мертл! Несколько объявлений, и в конце расскажем о том, как можно сфотографироваться с учителями и получить автограф на книге. Хорошо? Можно статистику? Я хотел вас поздравить. Последний раз мы встречались в конце прошлого года, в ноябре. И мы сделали прорыв в прошлом году по количеству сданных курсов и студентов. И это был разрушитель в прошлом году на количество прошлых курсов. Да, по итогам года у нас 1798 студентов, которые сдали на русском и украинском языках курсы ACI. So last year, 1798 students passed ACI courses. 6265 курсов. 6265 курсов. И кто есть в этом числе, кстати, вот этих студентов и курсов? Еее! Вам аплодисменты, ребят! Аплодисменты! Вы молодцы! You've done a great job! Питер и Мария встречались с Геши Майклом и рассказали о том, сколько у нас студентов сдает курсы. Было? Питер и Мария met Геши Майкл и они сказали ему, сколько людей у нас сдачи курсов ACI курсов. И Геши Майкл сказал, что у нас самый высокий коэффициент сдачи курсов. Самый большой процент. И Геши Майкл сказал, что у нас самый крутой группа ACI курсов в мире. То есть, мы самая крутая группа ACI в мире. Что тут сказать? Ничего не добавить. Ребят, это вам аплодисменты. Спасибо большое. Это огромная радость для нас. Спасибо большое. Это огромная радость для нас. Можно следующий слайд? Вторая вещь, о которой Питер и Мария Мёртл рассказали Геше Майклу, что у нас много новых курсов ACI в разных городах. Второе, что Питер и Мария сказали Геше Майклу, что у нас много новых курсов в разных городах. И знаете, что спросил Геше Майкл? А кто контролирует качество преподавателей? Да, и у нас есть, у нас правда есть клуб преподавателей АКМ. Это, собственно, другие тренеры АКМ. И мы смотрим занятия друг к другу. Каждый по табличке даем обратную связь. Кто в этом клубе есть? Есть кто-то? Ей, ребят, вам спасибо. Поэтому я сделаю краткое перечисление, где ближайшие курсы ACI. В перерыве у нас будут меняться слайды, где будут QR-код на каждый город, можно присоединиться. И также можно будет, мы в канале участников опубликуем ссылки на все курсы, тоже можно присоединиться. Я звучу какие. Итак, в Киеве нас ждет ACI 3 7-9 мая? Июня? Июня. В июне. В Киеве нас ждет ACI 3 Велкотенко организовывает. Удачи вам, ребят. Органайзed by Велкотенко. В Болгарии, в Плоудиве 14-23 июня организовывает курс Драга. ACI 2 in Bulgaria in 14-23 of June by Драга. В Москве 18-19 22-26 мая будет курс. Таня Топоркова организовывает. In Moscow it will be organized in June in May by Tатьяна Топоркова. И сразу на сентябрь она прислала дату и на ноябрь тоже. Also in September, November. дальше ACI 3 также будет в сентябре в Санкт-Петербурге. ACI 3 where we also held in Sankt-Petersburg in September. Шишмакова Юлия организовала этого. By Шишмакова Юлия. И в Нижнем Новгороде в конце... Нет, в апреле будет Ирина Дубовицкая организовать курс. And also in April ACI 2 in Nizhny Novgorod by Ирина Дубовицкая. Мы вам будем рады, ребят, если вы на какие-то из этих курсов можете пойти. We would be happy if you could join one of these courses. Краткое объявление насчет концерта, который у нас будет завтра вечером. Аня, есть волчок тут? Small announcement about the concert, which will be tomorrow. Если вы хотите участвовать в концерте, вот Аня. If you would like to participate in tomorrow's concert, here is Аня. Те, кто хотят участвовать, Аня говорит, надо очень. Подходите к Ане в перерыве, хорошо? Аня says, we are looking forward to having new participants. Нам нужны не только те, кто умеет там петь, может спеть, но и также несколько актерских ролей у нас есть, очень важных, которые просты в исполнении, но очень важны. So it's not only if you can sing or dance, we also have some roles for actors. If you're willing, please join. Спасибо. Спасибо.